Привет, дорогой зритель! В этом видео я расскажу о пусковом устройстве 70 My Jump Starter. Это многофункциональное устройство, внутри которого установлен портативный аккумулятор, который способен запустить двигатель легкового автомобиля, когда, собственно, аккумулятор машины разряжен. Jump Starter, он же бустер, оснащен 10 уровнями защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания. Такой небольшой аккумулятор выдает кратковременный ток от 200 до 600 А, чего вполне достаточно, чтобы запустить бензиновый двигатель легкового автомобиля, и в том числе внедорожник с объемом двигателя до 4 литров. Поставляется устройство в достаточно большой картонной коробке. Помимо Jump Starter в комплект входят клещи и крокодилы с преобразователем напряжения, провод питания Type-C для подзарядки самого бустера, руководство пользователя на нескольких языках, а также красивый и прочный чехол, в который, собственно, можно аккуратно сложить весь комплект. Секрет бустера от 70 My заключается в том, что производитель использует литий-полимерный аккумулятор, который по мощности превосходит обычный литий-ионный в 4-5 раз. Устройство имеет практически такой же форм-фактор и размер, как большой пауэрбанк. Здесь установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 11100 мАч. Весит устройство 420 грамм. Корпус сделан из качественного пластика и софт-тач-покрытием. В руках ощущается, как дорогая и качественная вещь. Элементов управления у пускового устройства немного. По сути, это одна многофункциональная кнопка питания на торце корпуса. Рядом USB-порт 5 вольт и 2,4 ампера для зарядки смартфона и других устройств. Разъем питания Type-C для зарядки, собственно, джамп-стартера и небольшой светодиодный фонарик, у которого есть три режима освещения. Стандартный режим, SOS и стробоскоп. Режимы переключаются коротким нажатием на кнопку питания уже после включения фонарика. В качестве индикации состояния заряда встроенного аккумулятора используется четыре светодиода, которые находятся на глянцевой панели. Одно деление кратно 25% заряда. С нижней стороны находится техническая информация. Стоит отметить, что производитель ответственно отнесся к конструкции тех элементов, которые связаны с большими токами. Так, например, разъем для подключения силовых проводов утоплен в корпус и надежно закрыт резиновой заглушкой. Контакты разъема физически разделены, а сама его конструкция предусматривает ключ для единственно верного подключения. Клещи сделаны добротно, имеют жесткую пружину с омедненными контактами и зубчатым профилем, а также толстым и качественным пластиком. Важным моментом является то, что при подключении крокодилов каждый контакт является токопроводящим. Силовые провода толстые, медные, сечением 10АВГ, что примерно соответствует 5,2 квадрата. Общая длина крокодилов с кабелем составляет примерно 28 сантиметров. Думаю, вы знаете, что это сделано с одной целью – уменьшить сопротивление и, собственно, потерю энергии. Теперь давайте изучим электронный блок управления бустера, который выдает напряжение 12 вольт и номинальный ток у 250А и кратковременные 600А. К тому же электроника блока предотвращает возможные оплошности процесса эксплуатации, о которых мы поговорим чуть позднее. На торце блока находятся два индикатора и кнопка активации бустера. Думаю, вы знаете, что при подключении бустера нужно соблюдать полярность. Красный – на плюсовую клемму аккумулятора, а черный – на минус. В том случае, когда вы случайным образом допустите ошибку, ничего страшного не произойдет – загорится красный индикатор и прозвучит звуковой сигнал, информирующий о неверном подключении. Как вы понимаете, производитель предусмотрел защиту на данный случай. После подключения джемпстартера параллельно аккумулятору следует нажать кнопку «Буст» и у вас появится ровно 30 секунд на то, чтобы включить зажигание и произвести пуск двигателя. После успешного запуска бустер нужно отсоединить от клемм аккумулятора. К слову, бустер отключается автоматически по истечении 30 секунд с момента его активации. Если вам все же не удалось запустить двигатель с первого раза, следующую попытку рекомендуется произвести по истечению 2-3 минут во избежание перегрева или выхода из строя отдельных элементов устройства. Стартовый ток джемпстартера составляет 250 ампер, кратковременный ток 600 ампер на протяжении не менее 3 секунд, что говорит о широком диапазоне применения данного устройства. Как показывает практика, такой мощности вполне достаточно для прокрутки практически любого стартера из устанавливаемых на бензиновые автомобили с питанием в 12 вольт. Для возобновления заряда бустера от 0 до 100% нужно около 5,5 часов. Согласен, не быстро, зато уверен, служить будет дольше. Напомню, что производители не рекомендуют подключать устройство напрямую к бортовой сети автомобиля без наличия штатного аккумулятора, пусть и севшего. В проведенных тестах я намеренно отошел от правил только для того, чтобы наглядно показать устройство в работе, да и в принципе у меня просто под рукой нет севшего аккумулятора. Проведенные тесты показали, устройство качественное и в полном объеме выполняет свои функции. К тому же в машине он много места не займет, а при необходимости всегда позволит запустить двигатель или подзарядить смартфон. Друзья, надеюсь видео было полезным и ты оценишь мои старания лайком. Тебе не трудно, а мне приятно. Также оставляйте свое мнение в комментариях по поводу этого устройства. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Активируйте серый колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!